Как народная инициатива может изменить облик двора, улицы или микрорайона, знают жители Вышнего Волочка. Здесь реализованы сразу два проекта поддержки местных инициатив – детская и спортивная площадки. О том, как прошло открытие этих объектов, в сюжете наших коллег из ТРК «Вышний Волочок». Когда-то на этом месте была лесная трущоба, однако сейчас парк текстильщиков приобретает современные черты. Здесь появилась детская игровая площадка с качелями, песочницей и удобными горками. С инициативы выступило местное население, их поддержала администрация округа. А в рамках другой программы «Комфортная городская среда» в парке установлено современное освещение и видеонаблюдение. Но останавливаться на достигнутом, как сказал заместитель главы администрации Вышневолодского городского округа, не планируют. Микрорайон преображается, но на этом ставить точку, говорить рано, мы ставим просто запятую. В этом году мы ставим запятую. На следующий год мы делаем площадку «Глава поддержала». Мы в дальнем угле со стороны Дома культуры планируем разместить спортивную площадку для детей более старшего возраста. В этом году уже удалось построить новый спортивный объект. Так в районе гидроэлектростанции открылась универсальная спортивная площадка. Здесь ребята могут играть в баскетбол и футбол. Главное требование к спортивным площадкам – безопасность. Новый комплекс оборудован травмобезопасным покрытием с разметкой. Ребят, берегите ее. Это ваша площадка. Вам за нее отвечать, вам на ней тренироваться, достигать новых успехов. Напомним, что программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. Всего с начала программы по 2019 год на территории региона реализовано более 1300 проектов. Объем областной поддержки за этот период составил свыше 700 миллионов рублей. Для реализации проектов привлекаются также средства местных бюджетов и внебюджетные источники.